Ивангай и Ферамир возвращаются на ютуб. Марьяна Ро рассказала об идеальном свидании. Ставь лайк на это видео, наберем 30 тысяч пальцев вверх. Готовы? Тогда начинаем! Всем привет, вы на канале ютуб тренды. Уже скоро 5 месяцев, как Ивангай не снимает новые ролики. С большой силой приходит большая ответственность. Интересно, у него остались еще фанаты? Я думаю, да. И для них Ваня готовит приятный подарок. Паблик ВПШ сообщает, что Ивангай был замечен на студии звукозаписи. Но я скажу больше. Эта фотография сделана еще в январе. Также в сети появлялась информация, что блогер был замечен за съемками клипа. В общем, все идет к тому, что выйдет новый музыкальный клип. Новая песня – это хороший способ вернуть статистику на умирающем канале. Мы его больше не увидим. Он скатился. Поздравляю, он пробил очередное дно. Также недавно Рудской сменил партнерскую программу на ютубе. Новая партнерка позволит ему быть в центре блогерских фестивалей, а также он получит доступ к качественному продакшену и студии. В общем, будем надеяться, что Ваня все же возьмет себя в руки и вернется к созданию роликов. Мария Наро удивила всех и выпустила ролик без рекламы. Но наверняка перед ее и моим роликом была реклама Квай. Ставь лайк, если тебя тоже бесит эта дичь. В своем новом видео Рожкова рассказала о том, как провести идеальное свидание. Но скорее всего это гайд, как получить очередную порцию дизлайков. Но ролик реально полезный. Вывод напрашивается сам собой. Если ты хочешь хорошо провести свидание, просто не веди себя как Мария Наро. Я... не буду кривляться. Не смейте делать обработки своим вот этим ужасным сейчас опухшим красным лицом. А ты как собираешься проводить День Святого Валентина? Если тебе некому признаться в чувствах, то у тебя всегда есть Ютуб. Здесь ты всегда сможешь поднять себе настроение позитивными роликами. Кому из блогеров ты бы подарил Валентинку? Пиши имена в комментариях. Посмотрим, какого блогера обожают больше всего. В прошлом году зрители Ютуб успешно изгнали Фиромира в чертоге ада. Но он вернулся. Чтобы рассказать, что же все-таки случилось и планирует ли он создавать новый канал. Да, бреешь вечерочек, да, с вами снова я Майнкрафтер. Фира. Мир. Юрий Дудь был занят интервью с Поперечным. Поэтому вопросы задавала жена Фиромира. Виктория. Да, я тоже не знаю, как это произошло. Где твой канал? Что с ним случилось, Влад? Его забанили. Удалили. Зачем ты его продал? Куда ты делал? Ну я просто хотел кушать. Денег было мало. Фиромир заверил, что не планирует снимать новый сезон своего сериала. Как заметил сам блогер, это вредно для его психического здоровья. Ну и для нашего тоже. Ты чё, убью? Многие помнят, что Фиромир стал популярным, прежде всего снимая Майнкрафт. Но запись вирусных роликов в этой теме сопровождалась кучей багов, обвинений в плагиате и оскорбительных комментариях. Ну и я просто понял, что у меня это всё как-то задолбало. Ну деньги-то надо зарабатывать с Ютуба и никуда не уйдёшь. И я решил просто сделать такую сатиру тоже для других, так скажем, дегенератов, которым приятно смотреть, ну, например, как я там овощи, да, там валяюсь там в слюнях. Именно поэтому Владислав решил снимать трэш-сериал, где люди смогли бы в полной мере бомбить в комментариях. А самому блогеру съёмки приносили дикий фан и приличный заработок. Чтобы ты понимал, ютуберы, которые снимали разоблачение Фиромира, зарабатывали на рекламе свыше миллиона в месяц. А сам Фиромир ещё больше. В какой-то момент он мог реально быть богаче Ивангая. У меня больше баб бабула, чем Ивангая. Здесь больше миллиона баксов. Откуда они? Здесь больше миллиона долларов. А я наебал всех. Я всех наебал. Но недолго продолжалось веселье. Идеи быстро кончились, люди потихоньку стали расходиться. А чтобы поднять уровень трэша, нужно было играть на грани правил ютуба. Сейчас за опасный челлендж можно получить страйк. Поэтому Фиромир занялся музыкальными клипами. Зрители хорошо встретили творческий порыв блогера. На создание клипов требовало большие фоложения. Поэтому уже обедневший Фиромир принял решение продать свой канал. Возможно, когда-нибудь о его нелёгкой судьбе снимут фильм или напишут книгу. Ну а пока этого не случилось, давай писать комментарии. Мнение зрителей и определяет, куда направить свои силы блогер. Ты собираешься ещё снимать ролики, создавать новый канал? Не знаю. Время покажет. Подписывайся на канал и обязательно включи колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будь в тренде и пока! Субтитры сделал DimaTorzok